Всем привет! Я Лиза Токтавышева, а мы в Москве! Это Tuxi Club! Итак, чемодан у меня почти собран. Здесь тренировочная, конечки, очки, всякое умывальное, шампуни, платье, обувь, в чем ходить, купальники. И будем надеяться, что я ничего не забыла. Пожелайте мне удачи! Итак, мы пролетели уже один полет. Мы сейчас в Турцию, вылетаем в Мексико. В Мехико. Нас ждет 12-часовой полет. 14-часовой. Вот. Поэтому... Вот. Пожелайте нам удачи, чтобы у нас не отвалилась пина. О, мы чачас. Мы прилетели. Мы выжили эти 14 часов. Приключение начинается. Итак, у нас первая тротука по медиакатите. Пойдем. Короче, идем в торговый центр. Дается его найти, где-то было на карте. Но, не знаю. Найдем мы его, или нет. Я купила какую-то кислотную... Кислотную... Как ее назвать? Лед. Я так давно хотела попробовать. У меня какой-то экстаз. Я сошла с ума при виде сольких магазинов. У меня уже не остановились. Я хочу пробовать все. И я хочу скупить все. Но мы идем спать. Итак, начинаем наш рум-тур. Мои кроссовки, чемоданы, стол, большая спальная кровать. Очень удобная. Потрясающий вид из окна. Мы живем практически в мегаполисе. Тут больше зелени, кстати. Зелень мне нравится. Намного приятнее смотреть. А вот там наш каток. И это еще огромный торговый центр. Также у нас есть микроволновка. Что-то типа духовки. Мини-духовка. Начис, конечно же. Дорита с начис. Эти чипсы я просто взяла попробовать. И разочаровалась в них. Мне не понравилось. Слишком остро. И как-то мало вкуса. Есть холодильник. Куча шкафчиков. Переходим в туалетную комнату. Всем привет. У меня кофта на изнанке. Вот у нас такая раковина большая. Очень много места, чтобы разбросать свои вещи. Но ради вас я пока их собрала. Большая душевая комната. Полотенце. Унитаз. Все. Итак, дорогие дамы и господа. Мы направляемся в экологический еврей. Города Мехико. Ацетеков. Ты знаешь что-нибудь о Мексике? А, уже включ слышно? Да. Как неправильно? Ацетеки? Разве не Майя забрали коридарь Майя? У них... А чем они отличались? Вот на эти вопросы мы сейчас найдем ответы. Надеюсь. Мы пришли гулять в самый большой парк в Мехико. Здесь очень много центров, ресторанчиков. Здесь безумно много старбаксов и безумно много зелени. И то, и то. Потрясающие две вещи, которые мне жизненно необходимы. Ой, кажется, меня сейчас задавит. Ну ладно, я не привыкну к тому, что очень много машин как-то по тротуарам. Или я приехала же там, где нельзя ходить. При этом кто-то приходится в торговом центре. Это же просто моя мечта. Тренироваться в торговом центре огромно. Здесь все. Все магазины. Брендовые, люкс, какие-то масс-маркеты. Пучу магазинов с косметикой. Хочу отметить очень большие пробки. Короче, с движением тут не все гладко. Мы подошли к торговому центру, где мы катаемся. Называется он Касса Палаццо. Очень большой торговый центр. Я захожу сейчас с его главного входа. Я вам покажу первые два этажа. Итак, экскурсия по нашей раздевалке. Здесь сижу я. Пока что у меня не такой большой срач. Да, это еще не такой большой. Смотрите, какой прекрасный стол нам подготовили. Соки, фрукты, виноград. Это вкусно, но не помню, как называется. Это, наверное, вкусно, но он твердый. Я не могу бракетами раскусить. Но, наверное, что-то очень крутое. Это йогурты, сыр-колбаска. Я так люблю такую штучку. Но, опять же, я не раскушу, наверное, своими зубами. И придется только на это смотреть. Самое чудесное, что они поставили, это кофемашина. Обогреватель. Очень важная вещь в раздевалках. Потому что обычно в раздевалках холодно. И когда ты много на льду находишься, ты не успеваешь хорошенько прогреться. С обогревателем тебе это сделать намного легче. Шеф тут едит. Рядом с обогревателем. Да, тепло есть. Я дикая мерзлячка, поэтому отдельный респект за то, что поставили такую штучку. Привет! Это так красиво! Андрюля! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы не представляете, как вкусно это все пахнет. Я сейчас фотографировалась в шляпе. Это все, конечно, очень весело и интересно. Но мне кажется, что мне надо будет мыть голову четыре раза после этого. Она так пахла потом. Но это стоит того. Можито, маргарита, маргарита. Вау, гуакамоле. Вау, гуакамоле. Висрифай. Это мои любимые вещи в одном плене. О, мой гад. Чес? Чес. Еще любимое. Также, ты можешь взять это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это сегодня праздник. Это текила. О, это текила. О, мой гад. Папа. У нас продолжается пир. Нам принесли десерт. Попробуй. Десерт у нас. Чуррос. Со всякими шоколадами. Это банана, Руэлл? С бананом. У нас тут маленькая компания. Пирамиды. Пирамиды солнца. Пирамиды луны. Мы находимся сейчас... Мы стоим на... Я иду сейчас по дороге мертвых. Сзади меня пирамида луны. Слева от меня пирамида солнца. Называют эту дорогу мертвых, потому что раньше здесь несли жертву по жертвоприношению. Жертву или как? Я правильно сказала? Жертву же несли? Или кого? Ты можешь мне что-то сказать? Почему? Я не должен быть там. Там очень... Это очень долгая дорога, на самом деле. Но вы ее не видите. Пусть. Парится. Пирамиды солнца. Пирамиды луны, как я думала, что пирамида солнца... Называется то, что там заходит или восходит солнце. Это не так. На самом деле, ацтеки просто очень почитали солнце, потому что она дает урожай. И для них это было... Они поклонялись, да? Поклонялись солнцу. Очень сильно. Луна была так себя. Ему меньше им нужна. Она тоже. Ну почему-то в главной дороге идет храму луны. Ну мне так и рассказали. Ой. Так. Наше путешествие на пирамиды почти подошло к концу. Мы бежим в отель. Погода начинает портиться. Начинается дождь. Может быть, вы услышите грозу, пока я записывала это видео. Очень понравилось. Очень. Такая тут... Я не знаю, мне все говорили про энергетику. Не думала, что на меня так влияет. У меня прям столько сил. Хотя тут очень много ступенек. Постоянно нужно куда-то подниматься, куда-то спускаться. И они безумно крутые. Легко можно как-то пораниться и упасть. Поэтому вы поясни напрягать можете. А не как раздолбаясь спускаться. Хорошо, да. Классная пирамида. Очень много нам интересного рассказали. Но я не все запомнила. Если вы будете в Мексике, обязательно посетите это место. Ой-ой-ой. Все. Мы не успели. Мы не успели. Начался дождь. Господи, смотрите, какая туча. А у меня просто одна рубашка белая. Да. Все, пипец. С таким интересом, я не помню, куда он смотрел. На что там. Он как-то как-то. Мончики выбирают. Правда, максимально от интересовались. Сбываясь, моя мечта. Мы идем в зоопарк, где есть панды. Я никогда в жизни не видела панд. Поэтому I'm so excited. Такое тупое выражение лица. Как у тебя с утра. Лицо. Мне пора осталась. Андрей, это память. Это лама. Вот это зоопарк. Просто король лев. Как мастер Уэй. Там написано Диего. Диего, я вижу. Там влюблено. Диаэль. Людям рассказы, кто смотреть будет, а не тебе. Мы сегодня пришли в музей для Бетала. Вот ее дом. Вместе со своим мужем Диего Рильвера. Там представлены фотографии, работы, комнаты. Все, что у нее было. Все в синем цвете, безумно красиво. Но много зелени. У нее, так как она была с 20 лет в инвалидном кресле, чтобы рисовать, то у нее был такой стенд, на который она ставила холст. И внизу был рычаг, который поднимал холст на уровень, чтобы ей было удобно рисовать. Вот она сидела, поднимала холст, рисовала вниз, опускала холст, рисовала вверх. И тем самым могла создавать большие картины. И она еще фанатка почему-то была Ленина, Сталина, императора китайского, Карла Маркса, и еще какой-то пятый. Но странно. Канконг, Канконг, мы летим в Канконг, Канконг, Хей, Канконг, мы летим в Канконг, Хей. Дел так. Все равно красиво. Мы прилетели в Канконг. Что вы думаете, здесь нет Uber? Точнее, он есть, но мы не можем заказать Uber от аэропорта до нашего отеля. Мы сначала искали полчаса интернет, чтобы как-то подключиться и вызвать Uber, потом оказалось, что Uber нельзя вызвать. Слава богу, здесь есть автобусы, и вот мы полчаса стоим, ждем автобус. Вот это, кстати, у нас примерно приехало. Да. И мы идем. Все, видео заканчивается. До свидания. Ну подожди, время у нас 11, 12, 12 ночи. Мы едем на автобусе до центра, там будем пытаться найти Wi-Fi где-то, чтобы вызвать Uber до нашего отеля, если там не будет дреда, то мы пешком. Короче, такие дела. Ладно, все, мы пошли на автобус. Мы наконец-то сели в автобус, тут даже есть туалет, табельный автобус. Потому что здесь хорошо работает кондиционер. Такой номер. Куча вещей. Достаточно большая, с видом на Карибское море. Я подумала, что в целом, очень даже неплохо. Доказала местную баргариту, вот такая вещь. Смотри, Очень вкусная. Мы приехали в парк Шельха на целый день. Взяли экскурсию, нас привезли в 7-8-20 утра. Тут уже куча народу. Приехало много автобусов, запускают людей. Надеюсь, что я смогу оттуда вам что-то заснять. Трешка тут идет, рядышком. Не уходи, рыба огромная. Лиза, нет. Господи, Лиза застряла в дыре. Андрей, надо красиво фотографии сделать. Очень красиво. Мы решились на плавание сокола. Как пол называется? Китовая. Как много делихий! Я прилетела в аэропорт Стамбула. Полет у нас прошел просто отлично. 12 часов прилетели незаметно. Посмотрели по 3-4 фильма. Я посмотрела 3. Андрей и 4 даже успел глянуть. Я бы еще и еще и летела. Мы специально придумали момент, что самолет, скорее всего, не будет прям настолько забит, что люди будут садиться по центру в одиночестве. Мы взяли место одно с окошком, а другое с краем. И у нас было одно место по центру свободное. И мы прекрасно с комфортом долетели. Сейчас у меня пересадка около 4-х часов. И я буду дома после моего достаточно такого долгого путешествия. Я уже, если честно, предвкушение. Немножко соскучилась по Питеру и очень соскучилась по своим родным. Везу кучу сувениров, поэтому зрение очень хорошее. Ну что, ребят, это был мой первый масштабный влог. Пишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть. И ставьте лайки, если вам все понравилось. А я, в свою очередь, постараюсь реализовать все ваши запросы. Ну, почти.